Мемориальную доску установили в школе номер один, в которой учился Руслан Константинович. Было много родственников Руслана, учителя, друзья и его коллеги. Память о боевых товарищах, отличившихся в бою, в отделениях спецназа чтут по-особому. Для этого была создана в 92-м году наша стация, международная стация «Ветеран Фальфа» для помощи погибших наших товарищей. Сегодня их 30 человек у нас погибших. И главное, мы чтим память. Три раза в год посещаем каждую могилу. День гибели, день рождения и 27 декабря – день памяти всех погибших наших товарищей. Мы посещаем все могилы за один день. После окончания нефтекамского машиностроительного техникума в 2000 году он решил посвятить свою жизнь защите Отечества. С 2000 по 2005 год Холбан учился в знаменитом Рязанском высшем военно-воздушно-десантном командном училище. Сразу же после его окончания он, как один из лучших курсантов, был зачислен в управление А, Центра специального назначения ФСБ России. Неоднократно выезжал в боевые командировки на Северный Кавказ. Был удостоен государственных наград – медалей Жукова и Суворова. Это его желание было – получить высшее образование и отличиться как-то, чтобы он закончил военное, гордился, хотел быть военным. В Агиделе Руслана Холбана любят и чтут. Курсанты военно-патриотического клуба взяли шефство над стеллой памяти капитана спецназа. На уроках мужества в родной для Руслана школе всегда вспоминают о его подвиге. Один из них посетили близкие погибшего офицера Альфы. В школьном музее создан отдельный уголок. В нем бережно собраны личные вещи капитана Холбана – фото из семейного архива. Здесь можно встретить дневники, тетради, прописи и даже чек на оплату мобильной связи. Очень интересный чеченский есть у нас подарок, вот этот чеченский винный сосуд. Он был подарен Рамзаном Кадыровым, потому что он, Руслан, служил в личной охране Рамзана Кадырова. Капитан Холбан погиб 13 мая во время проведения специальной операции против террористов в Хасавюртовском районе Дагестана. В лесном массиве он первым вышел на пулемет и принял на себя вражеский огонь. Жизнь продолжается, растет город Агидель и, возможно, одна из новых его улиц будет носить имя офицера группы «Альфа». Лилия Ахметова, Олеся Силантьева, Валерий Зазулин. Информационная программа «Ежедневник».